Фанатом немного их стать, да, рассказывал тоже про них Мне казалось, что они вот все-таки посильнее, на самом деле Но вот либо Бурмис Гулс могли вполне себе закрывать Там вот много ошибок было совершено Ну, либо, соответственно, Бренов можно было попробовать закрыть Потому что во второй карте перефарм был хороший Но как же хорошо играет стрелок команды Брен Это просто нереально, я прям смотрел за его игрой И я чувствую, что Бренов с Бурмис Гулс могут многое показать конкретно в плей-оффе Ну, а у нас уже начинаются драфты этой игры И тут уже у нас, как видим, интересная ситуация Да, но там дело в том, что Бурмис очень грамотно Лилгана закрыли через Тигрил Когда Лилганы взяли Ангелу и прям ничего не могли сделать Игроки из Монголии, поэтому и сейчас против Ангелы постоянно начали брать Тигрил То есть контроля больше, чем Хилл, правильно? Да, он очень долгий контроль, она не успевает сильно помочь Суммарно секунды 4, да, по-моему То есть у Лилга двойной стан секунды, ну, две с половиной Да, тут еще зависит от того, есть ли у тебя сапоги на антиконтроль Но у Тигрила есть подброс, на которые сапоги антиконтроля не влияют И действительно, суммарно с перетаскиванием, с подбросом Там секунды 4 контроля по толпе То есть Тигрил из-за этого всего, ну, просто суперский Его можно под разный драфт реально пикать Причем чаще всего Ангел уже выбирается, да, для того, чтобы закрыть какого-то не самого плотного персонажа Усилить его еще сильнее И как раз, когда тебя просто садят на этот контроль на 3-4 секунды Тебе просто даже с учетом щитков и всем остальным не хватает возможности выжить А если ты возьмешь совсем какой-то мега плотный лес, который не дамажит от слова совсем Будут уже проблемы в каких-то поздних мидстадиях, где ты просто не передамажь Тогда тебе придется делать упор на Гоутлайнера, подстраивать туда связку с Ангелой Но слишком усложняет свой пик, когда это все так легко контрится, наверное, ошибочно Бакси банится слева, последний бан остается от Хоумбоис И на кого же упадет выбор? У нас открыто до сих пор ван-ван, Орлот, Ангела, о которой мы так много разговаривали Все-таки отправляется в бан Демонический варлорд Варлорд больше всего дамага получил в турнире М-серии И, соответственно, на Фовиусе в первой игре против Деву 370 тысяч урона он впитал, это рекорд Вот так вот, друзья Действительно, Фовиус на мид, да, в особенности, получая много денег И, постоянно бегая по карте, очень много танчит Мы это уже успели повидать Игнорят ван-ван, пикают себе, соответственно, Валентину И можно отыграть от ван-ван и Фарамиса Но мы видели перформанс против Деву, да, от хомбойсов Когда они просто не давали Фарамису подходить слишком близко И Валентина не могла забрать ульту И из-за этого посыпался немножко сетап А, ну так же про Джой, кстати, я забыл Ууу, сильно Ну и, соответственно, против Фарамиса уже ван-ван пикать как будто не хочется, да, коллеги? Угу Это действительно так Но, опять же, игроки хомбойс Наверняка сейчас очень большое внимание именно стрелку уделят Пока что пик от хомбойс выглядит очень-очень уверенным И Валентина на первый пик Это, опять же, на мой взгляд, из-за того, что хун не всегда хорошо отыгрывает на других магах Именно Валентина для него самый главный персонаж Нолан у нас закрылся слева И тут уже становится чуть интереснее Можно попробовать выйти через какого-то условного даже Фовиуса, который мы уже видели Но он чаще играет через центральную линию А она уже закрыта Фарамисом Еще усиляются еще и Хильды, да, чтобы к лесу вообще вопросов никаких не было Нолана перекрыть не удастся на первых вот этих этапах и подойти к нему Хорошее, наверное, решение Хотя вот Хильда, наверное, для меня не самый классный выбор Когда тебя еще и перекрыть могут на очень хорошем контроле в начале И Минотавр здесь смотрится в этой связке красиво И ты выходишь на бан Дигги на этой второй стадии банов В целом неплохо Хильда, мы уже видели такое против Джои Работает неплохо, но учитывая, что есть Минотавр и Фарамис Мид очень активный, может эту Хильду напрягать постоянно То есть вопрос, получится ли ей сделать свою вообще основную работу Ну и вторая стадия банов, да, действительно, Дигги было бы неплохо Сверху для... Хотя подожди, ну у нас уже в целом весь Мид создан для обоих коллективов То есть ты думаешь, куда-то Дигги еще Хильду там на опыт поставить будет нормально здесь? Не-не-не-не-не, это созданно уже не будет Дигги не будет, да Вот Иксия хороший банк, кстати, вот хотел про нее сказать Что как альтернатива для, соответственно, Ван-Ван и Броуди Против Фарамиса играть на этих персонажах в основном не хочется Иксия это хороший вариант Банят ее хомбой, соответственно У Хильды, кстати, сейчас винрейт 20% Один матч из пяти она смогла забрать Да, что-то грустновато достаточно А у Минотавра наоборот, 60%, 9 матчей с 15 он забрал Ой-ой-ой, неплохо, очень неплохо Но это сильный персонаж, да То есть он и контроль хороший дает Опять же напомню, что на время подброса не влияет сапога на антиконтроль, да То есть, казалось бы, подбросов меньше, но он дает первый Подброс не снижается ничем, кроме очищения Да, вот он только снять может либо выйти из радиуса, что тоже довольно бывает иногда непросто А также огромный урон по толпе выхиливать, если собрать на него флягу Азиса Суммарно в пятерых, если дать второй под ромом И под флягой в лоу хп можно и щит, и хила выдать суммарно тысячи, наверное, на 3, на 4 Я в целом хотел добавить, что сейчас такая мета определенного контроля присутствует То, что мы именно наблюдаем Если раньше, там может быть годик назад, даже может чуть побольше В основном сетап такой мега контроличный, он был либо как контрпик чему-то Либо просто выход в лейт позиции, чтобы подыграть под своего какого-то лейт стрелка, лейт кора И как раз выдать серию контроля, а он под это все дело дамажит Сейчас же работает по-другому Нам особенности это показывают команды из Индонезии Что даже на очень ранее агрессивный сетап игры Ты можешь добраться хорошими персонажами, которые выдают массу контроля Это, наверное, сильно мету изменило еще Гвеневра Которая по факту может и подамажить, и подержать оппонента Банти Клауда Но Клауд, кстати, да, вариант хороший здесь Нужно банить Клауда здесь, потому что это единственный стрелок Который более-менее хорошо может спокойно выходить из-под обстрела И в целом себя хорошо чувствует Но нет, банят Халида И посмотрим, хумбы должны Клауда забирать Наверное, себя хотят Клауда, действительно Потому что Зио очень хорош на нем Ну и, видимо, не чувствуют, что... Ну, видимо, думают, что смогут против Джои Фарамиса Забирать ульту Фарамиса и это все дело доджить Но мы уже видели, как вчера эти планы можно обломать И хумбойс уже это, грубо говоря, отыгрывали Могут... Ничего им не мешает, да, еще раз так сделать А кроме Клауда, вот, коллеги, чтобы еще можно было здесь положить клинка Смотрите, смотри, смотри, еще добавлю по поводу Клауда Слева очень стартовый пик Возможно, они, наоборот, хотят, чтобы ребята взяли Клауда Потому что слишком стартовый Клауд не сможет ничего сделать на старте против этого пика И просто дико задавить старт Поэтому здесь справа есть некоторые проблемы по вариантам Но я бы, наверное, брал... Ну, тут они прям форсят либо Клауда, либо Беатрис Других вариантов это не вижу Ну, вот сами себе, да, берут Терризлу Ребята из хумбойс хотят стрелка раскрыть чуть попозже Но действительно может быть опасно пикать Клауд для Гая Бразерс, если не хотят выйти в старт Но Клауд может сбалансировать ближе под лейт, потому что у нас в основном игры, как я напомню, в среднем длятся от 15-18 минут У нас примерно... ну, 17 где-то минут, да, выходит в лейт обычно с команды Поэтому, соответственно, к этому времени уже Клауд будет играть А вот всякие Ноланы, Хильды, они к тому моменту уже начинают сдуваться И это Харид на голду, это хороший выбор Он хорош и в мидгейме, и в лейте У него дамага полно Выбор классный, учитывая, что мага урона была только Валентина А сейчас теперь еще и Харид Сильный пик, я считаю Справа Керри должна быть сейчас Керри хороший вариант, да, согласен У них мало вариантов, что можно взять Это должна быть Керри Но есть вероятность, что они Беатрис заберут, но, скорее всего, Керри На самом деле, очень сложно сейчас предсказать, как будут развиваться данные матчи С одной стороны, слева, да, такой мега-агрессивный сетапчик Чтобы захватить абсолютно всю карту с первых минут Справа здесь пора, наверное, чуть-чуть потерпеть Выйти, может быть, не в лейтгейм, но в такой глубокий мидгейм И пробовать там развернуться И сейчас вопросы очень огромные, что забирать в голдлайн Как уже подмечал Петр, это Керри Но здесь и ретель показывается И этот выбор мне, на самом деле, нравится меньше, чем предложил Лундер Бел Ну, была Это интересный вариант, чтобы убегать просто от этих всех персов Как раз выход в лейт у них сильно В начале более-менее стоит неплохо Но задавить могут слева прям совсем жестко Прям совсем-совсем на старт Ну, то есть, это тут зависит от того, смогут ли братья Огая, так сказать, задавить Из Огая, вернее, не знаю, как это сказать Задавить своих оппонентов чуть ближе к старту игры Но, опять же, повторяя, статистика говорит сама за себя И действительно, скорее всего, мы увидим игру, которая не закончится минутик 12 И, скорее всего, будет игра долгая Там уже начнет играть и Джой, и ретель И будет очень долгая вязкая игра, в которой могут хомбой закрыть оппонентов таким пиком Ну что ж, посмотрим предикты, так скажем, нашего компьютера Который здесь расстанавливает вот эти вот единицы Примерно, плюс-минус, все одинаково Пуш потенциал справа чуть повыше Дэмэдж потенциал также справа Но это все понятно, потому что слева у нас более стартовый сетапчик Посмотрим, как будут реализовывать себя команды Получится ли захватить здесь стартовую агрессивную игру Либо выйти в какие-то более поздние стадии Ну и что ж, Захая Бразерс из США против Хоумбойз из Малайзии Погнали! 0% финрейта у Эритель за 3 матча, включая валдкар В смысле нет, матч против Дэв уже выигран был Один, один матч выиграла Эритель вчера Ну вот я смотрю по последней статистике 0% Ну видимо, видимо плохая статистика Потому что тогда играли с Эрителью против Дэву вторую карту Тогда как раз, когда они дали Санксету забирать ульту Фарамиса Вот в этой карте Хоумбойз выиграли с Эрителью своих оппонентов Соответственно, один матч Эритель вырвало То есть не 0, 25, да, получается, если из 4 Может быть, раз она не учитывается, скорее всего, 4 матча было А Супершарку просто не дают ничего делать Но вот этот флик от Варлорда я сейчас немного не понял Должен был вытаскивать сейчас Хильду ближе И могли попробовать ее забрать Но не в этой ситуации Хильда Ой-ой-ой, бестплеер заходит сюда, у Чиби забирают баф Еще можно попробовать поиграть дальше Неплохая подтяжка от Фарамиса Хун забирает по итогу Джой И это первая карта для братьев Огая Да, теперь кровь для братьев Огая И неплохой старт И показывает нам сейчас пауза С самого начала у нас залетает Для того, чтобы мы могли задуматься Насладиться немножечко тишиной В этом матче Я думал, вы прям добавите Первая кровь и первая пауза Но я надеюсь, что и последняя в данном случае Это может сильно сбивать с темпа Я думаю, что как раз-таки за Хайя Бразерс рассчитывают На то, чтобы сейчас прям мега агрессивно На таком темпе, постоянно на скоростях Выходить под оппонента И вот такие паузы Они иногда тебя сильно замедляют В плане твоих действий Вот этого настроя И это может чуть-чуть повлиять Но я надеюсь, что команды у нас В любом случае команды очень опытные И это будет оказывать на них минимальный процент Я сейчас вот пересматриваю этот момент Как так Нолан со спины пришел Успел все реализовать И очень интересно получилось Что Хильда То есть получается из-за того, что слишком много противников было вокруг бафа Его Джой вообще не пробивала И в это время она Он слишком долго его била Нолан успел забрать свой красный Свой синий вазон медведя Он уже почти четвертый левел был Прыгнул И из-за того, что завели баф в кусты Джой выпрыгнула из куста Потеряла вижн по бафу Спокойно Потому что Хильда была в кустах И давала вижн Нолану Но он спокойно засмайтил этот баф То есть вообще идеальная игра получается Стартовая для Огайо Брадерс Еще и килл сделали на леснике Поэтому Джой слишком сильно задушили И если смогут дальше развивать эту тенденцию стартовой игры То могут очень даже легко задушить Учитывая, что есть там Уз Который хорошо реализуется на объектах Да, очень много дамеджа вносит По той же черепахе Которая появилась по топам Опять же, да Соответственно, под Амузом Пока что все смотрится супер идеально То есть минуты до пятой Возможно, мы уже видим Такой плотный перефарм Там две с половиной тысячи Тут все зависит от хомбой Будут ли они навязывать ответную игру Увидим совсем скоро Есть жест у нас от Судьи И мы переходим вновь к этому матчу Да, смотрим Что сейчас будут предпринимать Ахайо Брадерс Потому что именно они Являются доминантами Такой на карте У Джой будет Некоторое отставание Без синего бафа Ей будет несколько сложнее играть И мы видим, что Харид полностью Исключает И Ритель сейчас Из игры И Ритель поджимается К себе К Т2 Для того, чтобы не стать Жертвой Атак Этого маленького Леонина Надо уточнить Действительно ли Деву сходили И потренировали Или это было сказано В шутку Да, что вот Мы будем тренировать Действительно ли Что-то сказали Ниага Брадерс Такие Чтобы по итогу Была от них хорошая Такая игра Потому что По старту Прям хорошо Цепляются за преимущество И 1100 Действительно На второй минуте Это колоссально много Джой выходит На вражеский красный Если вы можете видеть На нижнюю часть карты Ну и Тикс 10 секунд Появляется А, вернее Тикс 10 Там Тому с цифру 6 Закрыла Черепаха-то уже забрана Довольно быстро была Но Джой забрала Себе четверку Но тем не менее Да Но тем не менее Хильден наверху Мело теряет Очень много Хитпоинтов Я посмотрю Кстати по Эрители У нас сегодня Еще один матч Прошел И видимо Статистика не обновилась У Эрители Две победы Ажок Зарно Как закрывают Жестко здесь Но не дает его добить Валентина Атакует Синий баф Соперника И Джой забирает Синий баф Однако Нолан Врывается на красный Хочет себе Забрать Сыпат Хорошая ульта Пошли Пошла игра По красному бафу Судя по тому Что на нем Сейчас он есть Значит Но он забрал себе Но интересная разница В левелах То есть Пятый левел На Джой У Нолана Уже седьмой Супершарк Продолжает напрягать Учитывая Как сильно Задушена Лестник Уражеская команда Да С ульты Прям врывается С ноги И мы видим Какой колоссальный Дэмэдж Носится По Джой Но 1600 Перефармы Он плавно Продолжает расти Хороший врыв По варлорду Половина здоровья Тут же он теряет Супершарк Рядом Сорн Имеет здесь ульту Будет ее нажимать Но это скорее Чтобы хоть что-нибудь сделать Ой-ой-ой Бестплеера Зацепили здесь Хороший разменный Ультимейт От Менотавра Мог бы быть Если бы Лучше бы был Все-таки Ультимейт Фарамиса Здесь дабл Килл Для варлорда И нужно как-то Его разменять Мьелл Подходит сюда И это есть килл Но потеряли Такой огромный Перефарм Сейчас Заигрались Огайо Брадерс Ну да Ну потеряли 500 голды Сейчас Хоумбой смогут Попробовать Как-то Восстановить Да нет На самом деле Сильного перефарма Не потеряли Посмотри 500 голды Всего лишь Так что мы можем Видеть что Эритель подняла Голову наконец-то И вылезла Из-под своей башни Эритель отстает От Харита Немножечко По голде И по По голде И по опыту И мы видим Что команды Подходят Черепаху Хоумбой занимает Позиции Так Оксорн Выводит черепаху Чуть ближе По топ Джой вообще Сюда выходить Не будет Поэтому скорее всего Черепаха Будет легкая Для братья Вагая Да забирает легко Басплеер Полторы тысячи голды Себе вернули Но хотелось бы Да увеличение Какого-то перефарма Все-таки увидеть Вот этот сбитый темп Благодаря дабл кило От Фарамиса Плюс Фарамис Персонаж довольно Противный Да то есть Такой напрягающий Постоянно еще И когда он выходит В лейт с кучей дамага Это уже начинается Просто машина для убийств По области Поэтому Очень опасные Два фрага Для Фарамиса Ой райзла Ульта пошла Но тем не менее Да Развернуться Уйдут отсюда Да Очень вовремен Подошел Фарамис Сейчас подселил Заводим Этим временем На Мелон Нападение Или Мелон Нападает на двоих Сложно сказать Мелон Как жестко Дамажит Посмотрите Почти что Забирает Джой Но конечно Он должен падать Здесь Нет Нет С одним Выживает Очень хорошо Для него Чиби Вау Мелон Делает Просто важнейший Хилл Что делает Лесник Я сегодня Кстати тоже играл На Тамузе У меня две катки Было Тоже самое Против двоих Он нереально Хорошо играет А вот Рейзла Большие проблемы Против троих Этот парень Не справляется Хай Бразер Делает Очень большую Работу И Забирает Игрок Но вот Все-таки Мелон Зачем-то Оказался Остался И вот Сепот Забрал В отместку За своего Джанглера На миде Атака на Фарамиса Фарамис Очень многих И потеряет Пришаг Вылезает Притягивает Ближе Хуна Но Нет Добрать Никого Не получается Чтобы Мелон Вот только Классно сыграл И после этого Отдал Такое количество Голды Сопернику Не очень хорошо Кажалось бы Да Тавр В любом Случай Падает Можно Просто Позволить Терезли Его снести Но ничего Слишком Сильного Слишком Серьезного Вы не потеряете За это Но при этом Мог бы Сам Килл Не отдать Этому Терезли Да И плюс Я заметил Такой Немножко Блинк Флэш Да От этого Минотавра На боссе Непонятный Который Сейчас Его отдал И без Этой кнопки Останется Этот Персонаж Аж 5 Игроков Команды Хоумбой Изо всех сил Защищает Синий баф Понимая Что если Сейчас Чиби Лишится Этого Бафа То Могут быть Проблемы На черепахе И в целом Потом по карте Меняется Сейчас Меняется Линиями Голд Лейнер И приходит Наверх Потому что И вышка Спушена И время Уже прошло Когда дополнительно Голду Или экспу Получают На линиях Персонажи Поэтому Больше игроков Команды Хоумбой Будет Опа Тут кстати Броня Как живо Она упала То есть Она через Полторы Минуты После сноса Т1 Падает По моему Или нет Не помнишь Через минуту Ну вот Вовремя Снесли Т1 И приходит Сюда Но он сносит Также Моментальный Килл Пайвители Плюс Т1 Тавер На топе Агайо Бразерс Прям хорошую Игру для себя Отыгрывает Осталось Снести Тавер Т1 На меду И можно По карте Прям очень Много Спейса Себя Открыть Благодаря Этому Ну и Черепаха Третья И последняя Будет снова Скорее всего Отдаваться Им в копилочку Ну я Говорил А то что Райзел Очень много Подставляется Умирает Вот И он Тимфайт Самое главное Это делает Поэтому У Ахай Бразерс Очень хорошие шансы Все это сделать И успешно Отыграть Тем более Что судя по всему Деву подсказали По пику Все таки Я думаю Что подсказали Ну как то Выглядит Очень хорошо Получается Да Харит Просто очень Выгодно Стоит Против большинства Голдеров Против Абсолютного Большинства И Это хорошая идея В общем Ахай Бразерс Серьезно ведут Относительно Топ-1 Малайзии Напоминаю Что Кстати Именно От команды Малайзии В свое время На М3 Вылетели Дэу Зи Один против Четыре Один Да А Фарамис Зачем свою Ульту отдал Неужели он Настолько Поверил Что там Харит Сейчас Разыграется Но Тем не менее Все таки Харит У нас С отомщением Поувереннее Дать себя Чувствует Соответственно Файте Но Благодаря контроль Можно закрыть Варлор Флик Но Моментально Его взрывают То есть Ничего даже Сделать не успел А вот Хун Имеет Ульту Фарамиса И можно Попробовать От этого Отыграть Уже Варлор Встает Много У него Пассивки Было Накоплено Меллоу Покупает Себе Шиповочку Из интересного А Чиби На топе Один Совсем Находится Надо бы Его закрыть Сейчас Тоже Да Сейчас Тоже Должен погибать По Чиби Может Ульта Идет От Чиби Но Никто Не Вылезает Вперед Но Можно Попробовать Какую-то Другую Цель Найти И Зайти На Красный Баф Так И Делают Иракия Хай Бразерс Мы Видим Кстати Что Варлорд Тоже Погибает Вот Два Игроках Хоум Бой Очень Часто Теряют Саму Позиционку Это Именно Чиби Именно Варлорд Очень Часто Эти Отличается Позиционка Сансет Лавера Который Никогда БЫ Так Не Сделал На Крупном Чемпионате Итемизацию Показывает У нас Вся Основные Предметы Очень Большой Действительно На Полторы Тысячи Перефарм Над Ретелью Вот Я Вчера Немного Разбор Смотрел Тут Говорил Что Сами По Себе Хоум Бой Они Не Играют Как Будто Свою Игру То Это работает Как с нашим Регионом Игроки Просто едут Куда-то Вне дома И поскольку Они неопытные Играют На международной Сцене В первый раз Могут совершать Ошибки Тоже Из-за нервов Думаешь Нет Нет Потому что Хоум Бойс Ездили на МПЛ Инвитейшнл Недавно И помнишь Как они выступили Хоум Бойс Обыграли Гик Фам Обыграли Блэклист Блэклист Интернешнл Самих обыграли Бл Инвитейшнл Все равно Это более Домашний турнир Для них Чем М5 Где они Прям со всеми регионами Играют Больше ответственности А Инвитейшнл Не в Малайзии был По-моему Он не в Малайзии был Ну не в этом Я не к этому веду Потому что Здесь международный Прям полноценный Чемпионат мира М Это будем честны Мечта любого игрока И вот возможно Они как бы Начинают в голове У себя Укладывать Это как Слишком большое количество Доз Ответственности И из-за этого Начинают немножко Которые не всегда Точно играют Честно говоря Может быть Мораль у игроков Как бы Спадает Но в любом случае Да В любом случае Они играют очень хорошо Чемпионам Малайзии Просто так не становятся Понял Итак Харит уничтожает Т2 На топе Лорд идет Сейчас Чиби вылезает Ни одной башни Т2 Не осталось Очень сложная ситуация Для хомбойс Проигрывают они Сейчас Семь с половиной тысяч Оппонентов Это очень много На 11 минуте Действительно Уже по боту Выходит у нас Лорд подходит К Тавару Под инвизом Запрыгивает вперед Мьеллоу Под ультой Тому за свои Тут же ульта Фарамиса Очень Хотя Т3 Довольно ранними На топе Подброс Так же на развороте У нас падает Ульта Фарамиса Падает у нас Соответственно И Мьеллоу следом Ну и почти Спушили Т3 Тавара На меду на боте Отдали за это Правда полторы тысячи Но это все Благодаря крипам Да и благодаря Килу на Томузе Было сделано Вот можно С следующим заходом Крипов Пробовать спушивать Уже Т3 Тавара На меду И на боте Еще до лорда А можно подождать Не я думаю Что будут ждать Потому что Ахайя Бразер Да они хороши Но они не так часто Пытаются устроить ловушки Вот просто Дело в том Что хомбой С Чиби Очень далеко выходит И Чиби Можно пытаться ловить Да потому что У него У него есть Небольшие ошибки В этом отношении Я думаю Что будут По лейнингам Пытаться как-то Отыграть Ахайя Бразер Все таки минута Остается до лорда Однако Вот то что сейчас Они демонстрируют Да С этим будет сложно Они должны были Холодануть линии Как бы Не убивать крипов И ждать пока Кто-то из соперников выйдет Однако Они так не делают Они наоборот Толкают крипов И будут просто Забирать чужой лес Я тоже это подметил Кстати Буквально мысли У нас с тобой Сошлись в этом плане Что действительно Не хватило этого Прыжок по варлоду Туже ультимейт И Супершарк Будет отправляться В таверну А в это время Мьеллоу спушивает Т3 Тавара На боте Оставит ультимейт Будет игра Посыпать Осыпать Отправляется В таверну И что у Хуны Еще также есть Ульта Минотавра И можно попробовать Это дело продлить И Ритель Очень далеко По карте стоит 30 секунд Нас до лорда В принципе Братья Огайо Нужно просто снести Этого лорда И попробовать Уже заходить в трон Потому что Платформа Под это уже подготовлена Да Но в любом случае Одна из этих башен Падала от лорда И теперь Потому что он Будет прыгать И собственно За Хай Братерс Если выманят соперника Под крупные объекты С огромным мечом То тогда Они скорее всего Хоумбойцев Очень сильно Раскидают И заберут Потому что Хоумбойцы Далеко очень Ситуация От пика силы Их команды И хоумбойцы Очень сильно рискнут Если попробуют К этому лорду подойти В связи с этим Эта вышка была Не особо критична Особенно учитывая Что Это линия Рядом с лордом Линия рядом с лордом Предспущенная вышки Ну не очень сильно Не очень сильно важна Важнее та Которая дальше Вот если бы там Не было вышки Это было бы прям Очень хорошо Можно было по макро Оттругать Но хоумбойцы Просто не выходят Ну действительно Многое имеет значение Особенно бывает Когда в тайминг Кто-то Вот лорд выходит И даже бывает Зависит что он Выходит по миду Или по боту Соответственно С по миду Гораздо быстрее Лорд доберется до трона Я сам был свидетелем Таких игр Когда из-за того Что лорд идет конкретно По миду Например игра Успевает там Закончиться В пользу одного Из коллективов Если бы он там Пошел по боту Или по топу Соответственно Не получилось бы Снести трон Чиби здесь Супершарк его находит И лорд уже выходит По боту Действительно Семь с половиной тысяч Перефарма Можно допушить Вышку т3 на миду Также и организовать Себе хороший заход Топ также У нас подготавливает Милу И пытается Ребята отыграть От этого Не толкать Вот эту пачку Чуть раньше Да и возможно Т3 на миду падает Да Т3 падает Сейчас можно наверх Выйти Бесплеер играет Сейчас по вышке Подставляется Подставляется Варлорд Уничтожает вышку Варлорд падает Он не успевает Не успевает Но быстро возрождается Да Очень быстро возродится Падает Чиби Очень плохая ситуация Для команды Хоумбойс Ульта Сфарамиса Пошла Натавра Подкидывает Троих Но это не важно Потому что Сипат Должен падать Варлорд Варлорд восстанавливает Свои хп Но ненадолго Это The High Brothers 14 минут Ровно Побеждает Своих оппонентов Побеждает Молодец Очень хорошая ситуация Для нас Это очень хорошая игра Действительно Но как ты отмечал Ошибки есть От оппонентов Сами смеются Что мы вообще сделали Да То есть как бы Вот интересно Надо уточнить Этот момент Действительно Помогали ли настолько Потому что игра Сейчас очень хороша Но хочу отметить Что не без проблем Да Например тот же Чиби Та же Хильда Которую просто Не выгнали То есть фармист Свлека вначале Впрыгал Не смог Хильду Оттащить Чтобы ее быстро Разобрать По итогу Но вот это все Как-то друг за друга Зацепилось И по итогу Мы видим закономерный результат На самом деле МП Это турнир удивлений Таких определенных В плане того Что вообще Аналитика иногда Не складывается И предикты Понятное дело Что большинство Карт читаемых Но вот такие Противостояния Заведомо Когда нам нужна победа Коллектива The High Brothers Еще не все Понятно Это только 1-0 Скажем так В противостоянии Best of 3 Но в любом случае Это уже заявочка На невыход На переигровки И это приятно Да Но это видна подготовка Хорошая За High Brothers Такое впечатление Что они К другим командам Гораздо меньше Готовились Чем сейчас К этим соперникам И вот Складывается пока что Ощущение Что в свое время Как со сборной Хорватии По футболу Было когда Сборная Хорватии Обыграла англичан И позволила Позволила гораздо лучше Проявить себя Одной из сборных Нашего региона Вот тут похоже Такая ситуация Может ложиться То есть мы Сейчас затружимся За High Brothers Будем болеть за них Как сейчас Многие болеют И будет все Очень хорошо Может быть Будет обмен Каким-то опытом Потому что Когда я смотрел Стримы Главного игрока Из США Мобазейн Он прям Отчаянно болеет За команду Делос Вуль Действительно Это имеет место быть Но наверное Просто сам проиграл О Супершарк На Хильде 2-2-7 Получает Действительно У нас MVP Интересно Что участие В убийствах У него Чуть больше Половины Но тем не менее Что имеем Тем не менее Но благодаря Вот его Заходу В вражеский лес Организовалось То самое стартовое Преимущество И Джой Не смогла Комбэкнуться в игру Урона И просто перестало Хватать В моменте Но Хочу отметить Игру Хоумбойс Как-то слишком По карте Разрозненный Помним Последний Ультимейт Варамисса Когда он Просто С ним Отправился В таверну И никак Команде Не помог Это все Странно Как-то Я считаю Что они Возможно Супер Тельтанули Возможно Со стартового Момента И из-за этого Не смогли Комбэкнуться Морально Именно в игру Поэтому такие ошибки Казалось бы Странные Совершались О, вот этот Хайлайт Это имба Здесь нужно Да, вот это Красиво Когда сейчас Попробуют Джои доиграть И просто На таких Тоненьких Здесь Тамос исполнил И его Хотелось отмечать Еще отдельно Что Герой У нас из меты Выпал Абсолютно Его уже На протяжении Последнего Года Берут Крайне редко Это очень Опциональный Персонаж Но Работает Работает И как я подмечал Уже Мне нравится форма Самой игры Mobile Legends Что Сейчас Большинство Героев Даже если Они не занимают Какие-то Первые Строчки В тирлистах Они все равно Могут исполнить На очень хорошем Уровне Правда В определенных Сетапах И вот что Я хотел Дополнить Для The High Brothers Данное противостояние Какого-то веса Определенного Не имеет Они уже В любом случае Не проходят Плей-офф Но Вот этой Победой Они Во-первых Очень сильно Могут Для Хоумбойс Подруинить Возможные Как раз-таки Выходы И также Открыть Возможность Для нашей Команды Но Вот Непонятно Что происходит С Хоумбойсом Эта победа Очень сильно нужна Да Да Очень странная Игра Если честно Я не до конца Понимаю Как они вообще Действуют По карте И пока что По драфтам Даже Да По базе Как мы с Дорбелкой Уже и с тобой Обсуждали Данзел Что по поводу Того Что переиграна Да То есть Тот же Харид Отлично сработал Против Эрители Закрывашка Прям отличная Выдалась Нолан Отлично сработал Хильда Сделала Свою работу Да По итогу То есть Казалось бы Здесь Фарамис С Минотавром Как я говорил Должны ее выгонять Но По итогу По базе Хильда Все-таки смогла Томус Который Тоже мы отмечали Очень хорошо работает И на объектах И по сплитпушу Бегает быстро Все с ним Классно Танчит много Тоже сработал Хун Смог воровать Ультимейты Фарамиса Хотя Вчера Буквально Против Деву Они смогли Выиграть Игру Благодаря тому Что Фарамис Зонился назад И не давал Валентине ульту И по итогу Я вижу Совершенно Другую игру От того же Варлорда Сегодня на Фарамисе То есть Что он Постоянно Подходит вперед Отдает ульту И рискует Постоянно Файты Рисковые Вот эти Размены Мы видим Что на этих Файтах ТОБ Как бы Смогли Это все Дело Обыграть 13-3 По синим бафам Да Полностью Забрали Огромное количество Синих бафов Кстати Там называют Бафы Не синими Красными А фиолетовым И оранжевым Ред блю Нет Ред блю Нет Оранж и пирпл Называют Вот Да Ну и даже По цвету Вот тут Видно А в игре Я извиняюсь Что так Вступаете Контроверсии Но в игре Говорится Отек Заблю баф Отек Заблю баф Даже в голосовом чате Есть вот эти Две озвучки Да Но вот Называют Так И собственно Интересное Замечание В том Что Хоумбой Должны были Быть готовы К Валентине И возможно Что стоит Им банить Валентину Потому что Слишком большая Разница В игре Хуна На этом Персонаже И на любых Других Огромная Разница По сравнению С тем Как он Исполняет Именно на ней Может быть Как-то Серьезный Оппонент Они восприняли На самом деле И сейчас Будет Определенное Изменение Мышления А вот Наоборот Есть Предположение Что за Хая Браздерс Изначально Когда увидели Первую информацию О своей группе Определенных Оппонентов В частности Нашу команду Больше всего Готовились К хоумбой Да Да К этому И веду Что Они Такие Да Этих Мы должны Обыграть Без вопросов Тут Резко Происходит Удивление Нарушаются Планы По сетке Да И они Происходит Дэо Да Мол Вот Выходит На матч Которому Они Больше Внимание Уделяли Ну И что По итогам Работает Ну Имеет Место Быть Такая Теория Я Абсолютно Согласен Потому Что Такое Бывает